Здравствуйте, мои дорогие! Тоже ночное гадание. Я одно за одним делаю. И, скорее всего, эти два гадания я выложу утром. Одно на одном канале с воском, да? А это на другом. Так, смотрим на мысли мужчины о вас ночью. То есть, скорее всего, это сон. Но, может, он не спит. Посмотрим. Смотрите на него. Я хочу, знаете как, вот так вот посмотреть. Что-то здесь такое идёт. Это, может быть, два человека. Он может быть. И вы можете загадать прямо. Но мне как-то видится это по-другому. Это когда он, например, спит, да? Это что-то снится. А это когда он не спит ночью. Спит и не спит. Я смотрю. Мысли. Мечи выходят, да? Снятся ему какие-то сны жёсткие, но глобальные. Снятся ему сны. Он разговаривает там с душой, потому что идёт прямо вот молитва какая-то. Это человек видит сны, но он их может, например, если говорит, что там не знает, не видит. У него там есть прямо фигуры у него во сне. И события есть, имеют какой-то конец. Вот. О каком-то конце сны. И о новом начале. Что там за конец и с кем начало? Давайте посмотрим, с кем там начало. И что за конец? Вот он как уходит откуда-то. Вот ему снится сон. Я ухожу откуда-то. Очень быстро. Ключик в руке держу. Десятка. Пентаклей забираю много. Такое что-то снится. Вот такой вот мужчине. Восьмёрка. Тут, знаете, вот как-то так сделать, чтобы везде был порядок. Вот чётко, ровно. И тут идёт чётное число. Вот как-то череда какая-то идёт событий, либо дней у человека. И вот оно проигрывается. Отыгрывается именно во сне. Двойка. Он видит сны. Нормально видит. То есть он видит как... Не совсем участник, а как со стороны. Аваз. Аваз, между прочим, победа. И вот он побеждает. Сны. Снятся сны, что он победит. Двойка мечей. Но разум говорит... Разум. Вот именно разум говорит, что... Или что-то в нём такое говорит, что ты... Ну как, какая победа? Ты не сможешь это сделать. О, боже. Тут уже интересно. О, вы ему тут снится начинаете. Он переключение на вот именно близость, да. На эти чувства, когда два тела вместе. Треку куков. И я тут вижу, что человек может как раз получать удовольствие. Удовольствие именно во сне. Вот этот пик удовольствия. Вместе с вами. Тут, смотрите, два сна буквально сразу. Видели, да? Что там было. И тут буквально вот совершенно другая огненная энергетика королевы жезлов проявляется во сне. Он тупо занимается с вами вот тем самым. А, так это вы тут. Или это мы тут сейчас это делаем. Ночные гадания. Смотрите. Вы тут водите по воде. И у него над головой. Видите, как вот он лежит. А вы над головой у него сейчас. А то вкладываете мысли о себе. Ну и хорошо. Пускай думает. Пускай снится. Пускай снится. Красота какая приснилась. Королева. Он до вас вот так пальцем боится дотронуться своей разгоряченной руками огненными. Потому что там льда побольше. Вы просто погасите. Любит он вас. Во сне так точно. Тут любовь морковь. Знаете, как ставит колышки. Вот все. Вот я чувство вот это закрепить хочу. Как я ее люблю. И она со мной рядышком. Все. Тут в холодном поту может проснуться. Между прочим. В холодном. Не в холодном поту. А вот со стояком. Семерка кубка. Видите, как домечтался. И королева Пентаклей. Вот это мощь. Женщина, которая. Ну ладно. Тут снится что-то. Посмотрим здесь. Когда просыпается. Что за мысли о вас? Либо когда не спит ночью. А тут реально как. Больше вроде карт вышла. Когда не спит ночью. Что думает о вас? Приехать, думает к вам. Вот так все бросить и приехать. Если он не рядом. Если рядом вы стретесь вместе. А тут знаете как. Движение какого-то хочет. А вас с вами куда-то рвануть. Да. Том Крус и Николь Кидман. Когда были вместе. Они среди ночи могли сорваться. И так страстно. Рвануть. На крыше. Летать с крыши на крышу. Что-то такое ему хочется. Или там не знаю. На автомобиле. С крыши на крышу. Ну такие два. Интересных человечка. А вот ему хочется. Может что-то наподобие. Либо сесть в машину. И с вами куда-то. Убежать. Девятка Кубка. Убежать в наслаждение. Думает об этом. Об этом наслаждении. И бредит. Так. Подвисает буквально на этой мысли. Как знаете как. Как подвешенный. Все. Кубки пошли. Десятка жезлов. Вот он нагружает его. Я вижу. Да. На большее не способен. То есть вот хоп. И на этом подвис. Вот. То есть я так понимаю. Что действия конечно же не будет. Король. А. Рыцарь жезлов. Рыцарь жезлов. Пятерка жезлов. Прям вот очень хочет рваться к вам. Да. Сделать так как было. И даже лучше. Вот. Победить всех и вся. Всех каких-то. Рядышком с вами рыцарей. Вот. А он видит их возле вас. Крутятся какие-то мужчины. Если не крутятся. Он их все равно видит. Это фантомы какие-то. И вот эта карта. Она говорит что. В нем это как вызывает такие. Как волну какую-то. Это как его прям задание. И он от него не отступит. Чтобы выбыли его. Вот так вот. Штурка пятаклей. Какое-то солнце. Ну смотрите. Он так до утра может просидеть. Вот в этом состоянии. Реально. И плохо спать. Либо там засыпать. Да. Ненадолго. И просыпаться. Засыпать, просыпаться. Под утро он чувствует себя. Королем. Который готов к любви. Да. Который готов дарить вот эту любовь. И прям вот. Хочет чтобы вы были рядышком. Ну что императрица. Я вижу что. Человек. Вами. Не просто увлечен. Подвис на вас. Если вы на одного смотрели. Тут вообще просто. Просто трэш. Если два разных. Но очень похожая энергетика. Очень похожая. Вы знаете. Он хочет вот. Чтобы вы к нему относились. Как к любимому человеку. Да. Но он ставит все равно себя ниже. Вы императрица. Он король. И он почитает вас. Как женщину. Хотел бы быть с вами в одном здании. Вот в четырех стенах. Знаете. То есть в какой-то комнате. Хотел бы быть. И заниматься с вами там. Вот этими сладкими вещами. Вот так. Вот такие вот мысли. Я буду заканчивать. Такое вот интересное ночное гадание. Благодарю вас. Благодарю вас, мои дорогие. Спасибо вам за то, что вы здесь. Я буду выкладывать, наверное. Когда появится, тогда появится. Наверное, все-таки под утро. Это видео. Но знаете что? Это видео работало на всю нашу аудиторию. На всей нашей энергетике. На эту ночь. И на все последующие ночи. Как только вы будете его смотреть. На вашего мужчину. Таким образом, чтобы он думал о вас. Вот такое ритуальное гадание. Благодарю вас, мои хорошие. Пускай вам вселенная дарит много-много подарков. Потому что вы, вы самые лучшие. Спасибо вам за лайки, комментарии, финансовую поддержку. Я чувствую, что работа действительно необходима. Чувствую вдохновение. Это обожаю. Всего вам доброго. Пока-пока.